Всем привет, с вами Розе и это Lineage 2 Mobile, но, ребят, это просто я показываю игру, которую хочу поиграть, возможно даже постримить, потому что я приобрел карту видеозахвата и теперь могу играть в некоторые игры очень даже неплохими настройками. А теперь к обновлениям перейдем. Обновление для класса с парными мечами. Вот двойное рассечение, увеличен урон, тройное рассечение, увеличено отображение тройного рассечения. Теперь не 3 цели, а 4 цели, а ну так же и двойное рассечение не 2 цели, а 3 цели. Очень круто, это очень интересно, я думаю каждый гладиаторус должен это прочитать. Можешь нажать на паузу и просто посмотреть, тоже все, наказание, героическую величину урон. Жестокое рассечение, теперь действует по области. Очень, наверное, круто, я не знаю, если там кд маленькая, то это круто. Добавлены новые книги наследника, легендарные, героические. Делаем шанс удержания, шанс аномального состояния, шанс удержания, шанс аномального состояния. Увеличивает игнорирование, увеличение урона, плюс 3 и плюс 5, героическое, легендарное. Добавлены новые коллекции с книгами наследника и так же книги на танка, боевые книги умений. Боевая книга умений, выдержка, абсолютная защита, продление жизни. Дальше, в землях Аден добавляются новые зоны охоты. Вот, земли Аден, следы дракона огня. Добавляется вот такая зона, в которой будет рассадиться вот такой вот РБ, с которого очень много фиольчика падает. Ну и краснушечка тут, новое колечечко мы видим, кольцо бессмертия. Это оружие, плюс 10, сопротивление умением, плюс 10 будет дорого стоить, потому что оно идет в коллекцию. Видим, как плюс первое кольцо, как плюс третье кольцо с пятым кольцом. Так, надо быстрее на Твина прыгать и Кенигс появляется через 14 часов после технических работ. Респ, рассудки, логово дракона огня. А вот это где, я что-то не понял. Вижу следы дракона огня. Что-то непонятненькое, ребят, не пойму. Напишите в комментариях, где это логово дракона огня. Следы дракона огня, как бы вижу, а логово, что-то я даже не пойму, где это может быть такое. И если мы посмотрим, такого инстанта нет, нет, арена нет. Добавляются новые квесты, как статуи Нхасад, так и со свитков. Улучшенный редкий героический. Задание с босса, когда убиваете феникса, дают там перо, да? Перо феникса. Уничтожить там монстров, тролли-вали. Кристаллы души, редкий дух огня и легендарный феникс-босс. Изменен подбор миров для острова дьявола. Леона Зигхарт, Эрика Барс. Добавлены новые предметы. Кольцо, серьга и браслет. Два редких и один героический. Ну и кольцо героическое, которое мы видели. Также коллекции с этими предметами и не только. Физзащита видим. Серьга жизнелюбия. Серьга феникса. Очень интересно. Ни точности, ни урона не вижу. Точность умений, крит атака, шанс двойного. Там такое снижение урона. Вот кольцо бессмертия, кольцо феникса. Ну вот это зелененькое колечечко, которое. Вы знаете, что крутить волхимки. Число трофеев добавлено семя воскрешения. Это вроде было уже такое семя воскрешения. В биоре, когда босса убиваете, даже я знаю. Это уже давненько, как бы вроде добавили. Я просто не хожу на миссерверы. Ну именно на миссерверных. Давно, очень давно не видел даже. Так они выглядят. Сфера воскрешения, которая нужна для острова дьявола, чтобы обновить жизнь. Потому что там лимитированное количество жизни. Хоть я туда тоже не хожу без понятия вообще. Семя воскрешения. Вот Сила Муфа, Норбус Укаба, Селихаден. Текущие три вида ресурсов объединены. В один предмет. Кристалл Порчи, Древняя Эссенция, Руда Воспоминаний. Все объединено. Руда Воспоминаний. Стал один предмет, да. Улучшение. Вот тут уже очень интересненько. Ну тут что-то с боссами, чтобы гарантированно появлялись боссы. Что-то интересное. Добавлена функция о уведомлениях о ключевых словах чата. Очень интересно. Данная функция позволяет получить уведомления о сообщениях с выбранными игроком словами. Даже если он не следит за чатом все время. Можно выбрать чат для отслеживания ключевых слов. Мировой, общий, групповой, клановый, альянс. Внести в список отслеживание можно до 10 слов. Уведомления о ключевых словах в чате появляются не чаще, чем раз в 10 секунд. В данных о синтезе Агатенов добавлена кнопка настройка умений. Так, уведомления это тут наверное где-то. Настройки ключевых слов. Нападение. Застревание. Состояние. Защита. Так, это ключевые слова. Мы там пишем мозаи. И мне теперь будет приходить уведомление, что мозаи пишет в чат. А радость не сколько. Мозаичек, я буду за тобой следить. Теперь надо вот так еще сделать. Так, за вот этим человеком хочу следить. И вот теперь кто напишет в чат, я буду видеть, что кто-то... Вот кто-то пишет или именно будут употреблять вот эти слова, и оно будет не уведомлять. Очень интересно, как оно работает, мы посмотрим. Слушайте, мне не хватало такой функции. Очень нужная функция. Потому что хочется с некоторыми людьми иногда пообщаться, там с кого-то проорать, с кем-то просто поговорить. Вы ищете какой-то предмет, вы вводите ключевые слова, там МЖ кольцо, МЖ, куплю МЖ, продам МЖ, типа того. И оно будет вам уведомлять. И вы, типа, 10 слов делаете, вариации, какие могут там, типа, употреблять. Ну, самые вы понимаете, о чем я говорю. Ладно. Это очень интересно, как оно будет работать. Мы посмотрим. Также добавили 5 ивентов. Кирк, это ивентовый инстант, где в 12.30 и 20.30 появляется окошко около мини-карты за 10 минут до начала. 30-е, 50-е, 55-е, 60-е или 70-е и выше персонажи могут поучаствовать. Кирк очень интересный чувак. Ну, я не знаю, есть смысл читать. Не знаю, может, давайте вы мне напишите, есть смысл туда ходить. Я не хочу туда ходить. Я знаю, это для новичков, очень вкусненько. Ну, фрагменты воды, тьмы, вот это очень классно, что выпадает. Можно крафтить камни, которые закрывают коллекции. Там, если повезет, скрафтится непривязанное, можно засунуть в алхимку. То ради только фрагментов разве что туда ходить, то да. Идем дальше. Двойные награды Биоры. На Биоре семена, да. Два раза больше получаете семена воскрешения. Писемка. Период проведения винта. Каждый день в 9 часов утра будет приходить писемка. Энергия инхасад, 1000 единиц. Сундук поддержки, поиска дракона огня. С расходничками. Ну, сиящая антикварная вещь. Очень круто. Адена всегда хорошо. Добавлен ежедневный бонус, где финальная награда. Блэс Элэсик. Может, кому-то повезет, и он там словит вкусняшку в шмот или в оружие. Вот такие вот, видим, сундучки. Тут у нас реликвия энергии. Это камень жизни, бласовенный камень духа жизни может выпасть. Очень тоже прикольно. Ордена славы. Это кошачья банда. Очень круто. Часики. Снова кошачья банда. Опять такой сундучок. Кристаллы души высокого качества 6 раз. Первый день у нас кристаллы души по 11 раз. От обычного до редких. И тут часики второй день. Также добавляется ежедневный бонус за алмазы. Финальная награда. Это позволяет получить случайный героический класс. Перед финальной наградой 3000 очков пробуждения. Улучшенный легендарный. 5 по 11 раз. Чистый эликсир. 10 штук. Магические чернила. Редкие. Позволяет получить редкие героические. Также Ордена славы беру. И каждый день. В течение 7 дней. Вы получаете ежедневно. Ежедневный бонус. В виде карты и по дням. Очень вкусный жирный бонус. Я бы взял. Сезонный пропуск. Вот такой сезонный пропуск. Где вы покупаете прем награду. Которая стоит миллиона дены. За прем награду дает виталку. И немножко Орденов. Финал награда. Почему не 1000? Почему 100? Давайте. Блин. Что это такое? Это не серьезно. Фрагмент рецепта. Позволяет получить выбранный предмет из списка. Фрагмент рецепта. Создание героического чего-то там. Раз. Один кусочек. Вы серьезно? Я не надеюсь на эти пропуски. Потому что это чисто сделано для новичков. Тоже ничего интересного. И ну все. Можно охота на монстров. Охота на монстров. 40 тысяч монстров. Драконов и монстров духов. Земля Хатен. Монстронежить. Это башни дерзости монстронежить. Вот такой вот сезонный пропуск. Смена класса парные мечи. Теперь все, кто хочет свапнуться в БД, вы можете свапнуться. К примеру, я хочу свапнуться в БД. Выбираем вот такого бруталити чувака. Это будет стоить вам 5000 алмазов. Поменять один скилл. 8 монет. К примеру, я с мага хочу свапнуться в БД. У меня есть Нибул. Это очень круто. Нибул мы переобразуем мечи лорда смерти. У меня остается ЛС. У меня остается мотив Евы мой. Очень круто. И седьмые лорды смерти. Это штоповая аденовая краснуха. Правильно? Очень круто. Смена класса. Смены сервера нет. Я надеюсь. Давайте начнем карту. Улучшены легендарные. 4 штуки по 11 раз. Улучшены героические. 4 штуки по 11 раз. Дальше у нас арденов. Ничего себе по 10. Это вы гарантированно получаете 200к с одного пака. Я понимаю. Реликвия энергии. Зелё пробуждение 1000 единиц. Коробки с медалями еще идут. И мы можем за них создать плащи. Ну вот такое. Слушайте. Такие паки посредственные. Ну ни о чем. Надо пятничные ждать. Если мы скупаем все паки. Дополнительно нам еще дают карты. Как на Агатиона. Так и на класс. Если мы скупаем все паки. На класс или на Агатиона. Интересные паки. Ордена славы. Очень вкусненько. Если все скупить. Так. Ну на этом все. Все что я вижу пока. Ты как всегда пиши в комментариях. Делись своим мнением. Если я что-то пропустил. Я дополню в комментариях. То что по-любому что-то добавили. То я пропустил. По-любому. Я уверен. Что-то то я мог упустить. Пиши вообще как твои дела. Как настроение. С тобой твой друг Розе. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok